Йоу, чуваки, всем здорова, с вами снова Атлантида, сегодня будет разбор бразильного фанк бита, такого агрессивного, в том, который я пишу обычно, то есть такой танцевальный. Все звуки я взял из вас бразильного фанк, грамм кита, он есть на главном канале, да, то есть на канал заходите, там в главный сразу, в рекомендованных он у вас выйдет. Это уже по счету, наверное, пятая перезапись, потому что в конце микрофон начинает гнать, я говорю как робот. Я не знаю, с чем это связано, возможно, микрофон перегружается, я проверил кабель, проверил карту, драйвера, все вроде в порядке. Поэтому, кто шарит, из-за чего это, можете написать в комментариях, буду очень благодарен, если что, карта и микрофон от комплекта M-Audio 192 Recording Pack. Так, давайте разбирать, что с чем я сделал, давайте начнем тогда по порядку, с кика и дойдем до боксов. Получается, берем кик, так, нужно перекинуть быстренько, вот так. Отключим пока мастер канал и послушаем. Здесь звук на максимум и кью на 9%. Дальше тут у нас висит параметрик, поднятый низ за и пик контроллер для сайдчейна. Два снейра. Звучат они полностью одинаково по структуре. Хай-хеты. Самое главное, что здесь хай-хетов, ребята, не важно, то есть, да, то есть в стиле в этом не используется и хай-хеты, я бы даже так сказал, да. То есть все биты, в основном это чисто кик, снейр, все на этом. Но мне захотелось добавить хай-хетов, поэтому, ребята, не пишите шаблоны. Если вам нравится добавлять что-то новое в свои звуки, в свои биты, делайте. Вас в этом никто не осудит, не запретит. Даже если осудит, говорите, ну и дурак, потому что никто не вправе осуждать то, как ты слышишь свою музыку. Это чисто дело вкуса. Дальше. Основная мелодия. Давайте сначала пробежимся по обработкам. Это параметрик. Срезал низа, верха, серединку и поднял еще ее чуть-чуть. Реверберацию добавил для объема. И дисторшн на 25%. Без обработок это звучит вот так вот. Теперь с обработками. Такой грязноватый звук. Сейчас мы перейдем к басу. Тут сразу скажу, накинул параметрик для того, чтобы бас звучал более жирно. Сам бас звучит вот так. Все. И седьмой подарок это чисто вокс на дропе. Дальше взял такую акапеллу. То есть, ну, дефолтная крапа. Параметриком поднял вверх, но здесь чисто вокал пресенс. То есть, да, подрезать низы, серединку и поднять вверх. Вот эта серединка, здесь в основном такой гудеж, такой типа бл-бл-бл-бл-бл, типа такого. Поэтому здесь подрезается. Это надо. Реверберация здесь. Small Studio. Выкрутил 75 на микшере. И в фруте баланс, чтобы это все не поднималось больше 0 дБ. Теперь давайте послушаем все, как это звучит вместе. Мастер-канал забыл сказать. В фруте супклейпер, баланс, параметрик, вверх для автоматизации. На этом все. По ушам раскидали. Влево-право, чтобы это все не конфликтовало. Но в миксе звучало супер круто. Давайте слушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все на этом, то есть весь бит на этом закончился. По структуре максимально простой, то есть супер легко. По поводу еще бы хотя бы поговорить, ребята, с вами по поводу битов. Не загоняйте себя в рамп. Не надо себе ставить шаблоны. То есть как все пишут, так и вы пишете. Не надо этого. То есть без этого вы не станете индивидуальным продюсером. То есть вы будете писать шаблонно. Когда вы начнете добавлять что-то от себя, и это реально будет звучать круто, люди это заметят, конечно, и сразу подтянутся к вам. То есть пока вы пишете шаблонно, вы не будете прогрессировать, вы будете только регрессировать. Да, то есть у вас не будет индивидуализма, вы будете просто как половину битмейкерских сообществ писать. Это не круто. Во всех вас я верю, ребята. Верю в каждого из вас, кто подписан на меня. То есть надеюсь, вы чему-то учитесь. Надеюсь, я вношу какой-то свой вклад в ваше развитие. Потому что в свое время мне не хватало вот таких видосов. То есть я уже в битах 6 лет. И кроме Давида Битца никто так легко, понятно, не мог объяснить. То есть все что-то перегружали, какой-то информацией лишней, не нужной, там, какими-то программами, чем-то еще не нужным. То есть это, как по мне, не круто. Потому что когда ты только начинаешь, это все со временем вы поймете сами. То есть, да, это не обязательно смотреть каждый день видосики. То есть вам сначала просто изучить базу, а дальше вы сами поймете, как это все работает. Поэтому, ребята, надеюсь, это вам все стало полезно. Верю в каждого из вас, что вы каждый станете охуенным продюсером. Надеюсь, я внесу большой вклад в ваше развитие, тоже как битмейкер. Поэтому, чуваки, с вами был Атлантида. Всех обнял всем охуенным битов. Вы самые лучшие, кто подписан на меня, кто следит за мной. Поэтому, чуваки, всего самого наилучшего. Охуенных продакшенов, охуенных плейсментов, охуевших денег. Всего самого наилучшего. С вами был Атлантида. Всех обнял.